Привет моим девочкам, гостям моего канала! Любимая тема многими, я не исключение, это шоппинг. В этот раз у меня довольно много вещей, и сейчас я вам буду их показывать. Если интересно, оставайтесь со мной. Пожалуй, начну с верхней одежды. Ее немного, но она вся очень-очень удачная. Я уже, вот как купила, уже два месяца я ношу вот эту вот шубку. Она мне безумно нравится, это песец автоледи, короткая, удобная для автомобиля. И что мне очень для меня приятно, то что я смогла осилить ее сама. Где можно купить мех? Я мех стараюсь покупать на выставках. Эту шубку я купила в торговом центре проспект, в магазине, не помню, как называется, я вам пропишу. Вот, я на выставке не нашла. Спонтанная мной покупка, но я думаю, что я останусь очень довольна. Это ателье Маргарита Воронцова. Я купила куртку кожаную, куртка-косуха. Прям очень хочется иметь теперь байк. Тут очень классная кожа. Как мне сказала Маргарита, что это Италия. Стоила эта куртка 4600, по-моему. Но я попросила скидку. И, кстати, девочки, торгуйтесь, не имеет значения. Даже иногда в магазинах, вот, кстати, когда я шубу покупала, я тоже торговалась. Муж у меня покупал куртку и тоже торговался. То есть, в принципе, нам дают скидки даже в магазинах. Поэтому торгуйтесь. Маргарита, если ты смотришь, спасибо тебе за скидку. Куртка действительно очень классная. Я ее еще не носила, но когда я ее на себя надела, она мне безумно понравилась. Вот. Как я понимаю, если это ателье, то, в принципе, по запросу вам могут пошить, наверное, еще. Эту куртку я увидела на мероприятии Beauty Day от Viva. И попросила номер телефона у Маргариты. И потом уже приехала в ателье и просто ее купила. Осталась очень довольна. И, в принципе, если вас заинтересовало, то вы теперь знаете, где можно найти. Кстати, я ходила по магазинам. Я искала похожую куртку. И дешевле, чем 5-6 тысяч я не находила. Хотя тут качество гораздо лучше, чем там, где 5-6 тысяч. Также не могу не поделиться. Я купила кардиган по скидке. Осталась очень довольна. Его еще, конечно, не носила, потому что погода не позволяет. Но когда на себя примерила, поняла, что с него просто не вылезу весной. Это бершка. И я купила со скидкой. Он стоил 1300. Я купила за 600 гривен. То есть 599. И, девочки, я купила буквально недавно. Поэтому, в принципе, я думаю, что еще есть. Купила размер М специально. Потому что люблю, когда есть такой вот легкий оверсайз. И бегом, если кому-то нужен кардиган. Сейчас я вам покажу его на себе. Это, знаете, как у меня мое пальто-одеяло. Я его покажу следующим. Просто укутываешься, понимаешь. Классно, тепло, уютно. И вообще внешний вид тоже потрясающий. Еще этот кардиган нравится тем, что он по фасону такой, как кардиган-халат. Он подойдет и под классику, и под спортивный стиль. Это плюс. Ну и вот самая моя удачная покупка. Это пальто-одеяло. В этом сезоне это просто must-have. Но лично для меня. И я его снимать просто не хочу. Я в этом сезоне ношу это пальто и белую шубу в основном. Белую шубу, потому что удобно в автомобиле. В этом пальто в автомобиле не совсем удобно. Сковывает движение. Но для прогулок это просто, ну, просто, ну, не знаю, ничего лучше придумать нельзя. Оно безумно теплое. Здесь синтепон 250. То есть это обычное одеяло, по сути, да, только с рукавами. Достаточно просто вот так вот укутаться, и все. Мороз вам не страшен. Мне оно очень нравится еще тем, что оно такое нестандартное. Всегда на него обращают внимание. Конечно, оно не для каждого. Не каждый его сможет надеть. Кто-то даже может сказать, как мне уже писали, что это такое. Но кто бы мне что ни говорил, для меня это все равно останется самой-самой любимой вещью на данный момент. Очень нравится, очень довольна. Ссылочки я оставлю внизу, где я купила. Я, кстати, очень, можно сказать, удачно и случайно его нашла. Мы хотели с мужем поехать во Львов. И думаю, будет холодно, там обещали минус 15. Думаю, вдруг я в шубе замерзну. Хотелось бы что-то такое, типа пальто-одеяло. Увидела у девчонок в соцсетях, и себе захотелось. Но мне хотелось вот именно что-то такое прям объемное, такое большое. И когда я искала, 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 я набрела вот на это пальто-одеяло, только в другом цвете. Зашла на сайт и увидела, что у него даже цена очень приятная. То есть очень приятная цена, потому что в основном пальто-одеяло стоит 4-5 тысяч, производство Украина. Я уже не говорю о брендовых. Поэтому, когда я узнала, сколько оно стоит, я сразу же позвонила. Это было 31 декабря. И подняли трубку. Я говорю, вот такая-то ситуация. Мне 4-го числа надо, чтобы оно было уже в Киеве. Так как они его шьют. Они пошили его по моим меркам. Вот. И вы знаете, ребята пошли. То есть эта фирма пошла на уступки. И 4-го числа у меня уже было это пальто. Радости не было предела. Поэтому я очень довольна. Очень довольна. Я могу долго-долго о нем рассказывать. Еще огромный плюс, что оно двухстороннее. И там можно выбирать разные цвета. Я выбрала темно-синий и белый. Поэтому двухстороннее. Это просто огромный плюс. Если на улице очень марка, то вы белый цвет или любой другой там яркий цвет. Вы просто прячете наизнанку. Ну вот, верхняя одежда и закончилась. Переходим к обычным вещам. Я вам покажу не все. Потому что я купила очень много вещей. Как-то так получилось. Наверное, повлияли еще раз продажи. И решила поменять, наверное, свою базу. Старая мне, наверное, надоела. То есть буду их как-то миксовать. И я похудела. Некоторые вещи на мне просто не так сидят. Велики. Поэтому я прикупила себе кое-что, что радует мне глаз. Сейчас я вам буду показывать. В магазине Бифри я купила себе шорты под кожу. Они очень прикольные. Я такие давно хотела. Но я понимаю, что надевать их каждый день, конечно же, мы не будем. Потому что это более какой-то выходной наряд. Выходная такая вещь. И я ее уже надевала на день рождения журнала Pink. Получала массу комплиментов. И действительно я в них себя чувствовала. Ну, хорошо. Мужу они тоже понравились. И я считаю, что если, например, вы встретили такую вещь и готовы, то есть фигура позволяет такие шорты надевать, то надо взять. Надо взять, потому что даже если один, два, три выхода вы в них выйдете, они уже оправдают свои деньги. Размер я брала XXS. То есть вообще самый-самый маленький. Но я же говорила, я похудела, поэтому мне пришлось слегка поменять гардероб. Кожаный сарафан. Я не планировала его покупать, но когда муж его увидел, говорит, померь. Я примерила и очень даже неплохо на мне сидела. Если мужу понравилось, он обязательно купит. И ему понравилось. Я даже сомневалась, покупать или нет. И в инстасторе вам показывала его на себе. Девочки все писали, очень классно, покупай. И муж мне его купил, говорит, что очень здорово, хочу, чтобы ты носила. Девочки, я его купила в магазине. Вот сейчас даю точку. Действительно очень-очень классная. Есть у нас в Киеве торговый, это даже не торговый центр, это Ашан. Ашан на Петровке. И там есть магазин Аутлет. Там и приятные цены, и очень хорошие модели. Потому что Аутлетов везде очень много. И есть удачные, и есть неудачные. Вот тот, который на Петровке, он очень удачный. И представьте, это кожаная вещь. Стоила она 1000 гривен. Представьте. Ну, очень хорошо. Это очень маленький размер, и я могу сказать, что если вдруг я поправлюсь, то я уже в него не помещусь. Но у меня есть дочь, которая, если что, ничего сменит. На очереди у меня база. Купила себе пиджак с магазина Резерв, 36 размер. Стоил он со скидкой, по-моему, 450 гривен. И по фасону он мне очень-очень понравился. И поэтому я его купила, тем более была, можно сказать, такая минимальная цена. Но фасон хорошо, а ткань не очень. То есть на нее все цепляется, каждая вот волосиночка. И все-таки это синтетика. Я синтетику в последнее время прям совсем не люблю. Вот. Поэтому взяла, пусть будет. Иногда все-таки хочется накинуть на себя. И именно, вот знаете, как для образа не хватает пиджака. И вот этот пиджак, он, конечно, спасает. Поэтому я в поисках все равно, если вы, кстати, где-то видели, обязательно мне напишите в комментарии. Я в поисках хорошего пиджака, вот такого вот фасона. Только с классного материала, натуральный материал. Поэтому надеюсь, что вы мне поможете, подскажете, если вы где-то видели. Буду очень благодарна. Под пиджаком у меня футболка. И тоже, если вы видели где-то, обязательно мне напишите. Я ищу футболки. Это такого молочного цвета. И я такой цвет не очень люблю. Ощущения сдалека, может быть, кажется, как будто она выстиранная или грязная. Не люблю такой цвет. Я люблю чисто белый или черный, или, может быть, такого кофейного цвета. Прям, ну, видно, что это прям кофейный, насыщенный цвет. Не могу нигде найти. Я видела очень хорошие футболки по качеству и по фасону. Вот такой вот обычный фасон, то есть прямая обычная футболка. В Massimo Dutti. Но они стоили там около 2000 гривен. Не готова отдать за футболку 2000 гривен. Вот, поэтому купила эту. Эту, кстати, тоже купила в Outleti Malina. Находится на Днепровской набережной в Новусе. Такой небольшой магазинчик. И вот мне эта футболочка приглянулась. Она по размеру мне подошла. Пусть пока будет, пока я не найду белого цвета, белоснежную. В этом же магазине Malina я взяла себе брюки. Брюки слегка укороченные, которые можно также подвернуть и носить как под лодочки, так же и под кеды. То есть та вещь, которая должна быть в гардеробе у каждой девушки. Это размер вообще четверка, то есть 34 размер фирмы COS. Они шли со скидкой в 50%, стоили не 1400. Я купила за 700 гривен. Вот, но жду теперь весну, буду их выгуливать. Тоже очень удачная покупка из магазина BeFree. И размер XXS, опять же, очень-очень маленький. В принципе, моя Доминика тоже уже носила эту юбку, то есть мы можем носить ее на двоих. Очень классная юбка по фасону. Сейчас этот фасон в тренде, и она очень теплая, очень теплая. Я ее ношу под свитера, под гольфы. Тоже очень-очень классно смотрится. В вершке со скидкой я купила классную рубашку. Рубашка летучая мышь, она точно так же миксуется как под юбки, так и под джинсы. Также ее можно надевать, когда вы где-то на отдыхе, под купальник. То есть это рубашка, которая вам может пригодиться, в принципе, везде и всегда. Мне она очень нравится, и я ее, в принципе, я ее люблю носить именно под джинсы. Под юбки, ну, у меня не так много юбок, вот под джинсы просто вообще. И когда я поеду на отдых, я тоже обязательно ее с собой возьму, потому что накидывать вместо Парео рубашка и купальник, особенно если она черного цвета, будет смотреться очень здорово. Купила я ее, я уже не помню за сколько, но помню, что недорого, то есть в районе 300 гривен, по-моему, она тоже шла по распродаже. И купила я ее недавно, поэтому я думаю, что они еще есть, эти рубашки. Размер у меня XS, материал это хлопок. А еще я начала практиковать покупки через соцсеть Instagram. Там, в принципе, можно много чего найти, и завтра ко мне приедет спортивный костюм. Я хотела все-таки его в этом видео показать, но ничего, покажу в следующем. Вот у меня есть свитер фирмы Mango. Есть такой вот магазин, который находится в Николаеве, но есть и интернет-магазин через вот соцсеть Instagram. Там много брендовых вещей по очень приятным ценам. Этот свитер оттуда, я оставляю внизу все ссылочки. Вы, в принципе, меня уже видели в нем не один раз, он очень теплый, мягкий, приятный. И в нем есть рюлекс. Раньше я рюлекс вообще не любила, и сейчас не могу сказать, что к нему благосклонно. Но рюлекс, он в моде, такой неяркий, где-то слегка заметный. И вот в этой кофточке он есть. С этого же магазина у меня две маечки. Две маечки, которые я вам тоже уже показывала, также в Instagram. Одна вот такая вот зеленая, и вторая черная, классическая. Я считаю, что вот это вот как раз и есть такой слегка базовый гардероб. Ее можно надевать как под рубашки, так и под пиджаки. И я ее уже не раз носила, и мне действительно она очень нравится, когда кружево выглядывает под рубашки, очень так мило смотрится. Мой любимый свитер. Очень теплый, очень классный. И цвет Марселла, наконец-то я с ним попрощаюсь через вот этот вот свитер. Очень классный свитер. Я его, кстати, тоже купила в магазине BeFree. Сейчас я скажу, какой у меня тут размер. Размер S. Стоил он, по-моему, 800 гривен. И это была не скидка, то есть это была не распродажа, поэтому, в принципе, они еще есть. Очень классный свитер, и он мне заменяет, знаете, такую тоже базовую вещь. Хоть, наверное, цвет уже отходит, но ношу я и под джинсы, и под брюки, и под юбки. Очень классный свитер. Тут, кстати, есть такой небольшой хвостик, что дает ему некую изюминку. Свитер травка белого цвета. Заказывала через интернет, ВКонтакте у девочки, которая заказывает в основном почти всегда. И эта вещь мне действительно очень понравилась. Единственный минус, она маломерка. Прям совсем маломерка. Я его стирала несколько раз. Он не сел, что радует. Только после стирки вам надо будет целегка эту травку расчесать. Ссылочки тоже оставлю внизу. Ну и две юбки Плесе. Одна у меня с магазина Reserve. Я вам ее уже показывала, не рассказывала. Она у меня сейчас мокрая, высыхает. Там я покупала, по-моему, размер XS, или даже S, я не помню. И со скидкой купила ее за 400 гривен. Очень осталась довольна. Длина мидия, цвет темно-синий, хорошее качество. Очень здорово. А вторую купила просто, наверное, из-за того, что она мне понравилась по цвету. У нее цвет как будто бы она с металликом. Хотя это обычный бархат. И что в этой юбке классно, ее можно миксовать как раз под кеды. Потому что ее цвет не сильно отдазывает. А еще в этом видео хочу вам показать купальник, который я заказала через Алиэкспресс. Ну, наверное, просто. Вот вы видели, если вы смотрите меня, время от времени я через Алиэкспресс заказываю какие-то вещи. И знаете как? А вдруг повезет? И, в принципе, я так на себя померила. Вроде бы неплохо. На днях я улетаю в Египет. И я думаю, что там я этот купальник испробую. Фото будет в Инстаграм. То есть в этом видео я вам фото этого купальника на себе не покажу. Вот. Ну, решила вот сделать такую интригу. Так что заходите в мой Инстаграм. Если вам интересно, то смотрите. То есть, в принципе, этих денег, которые я за него заплатила, это, по-моему, было около 10 долларов. Может быть, даже меньше. Я посмотрю, поищу, сколько он стоит. И даже ставлю ссылочку, как обещала. Размер это М. Я китайские вещи не заказываю размера С. Потому что все-таки понимаю, что там совсем мало мерят. Вот. Размер М. И как он будет сидеть, когда он намокнет, я не знаю. Это я все вам уже покажу. То есть, как покажу, расскажу вам через Инстаграм. Но это еще не все. На мне рубашка, которую я полюбила. Она очень приятная к телу. Тоже она из магазина Резерв. Со скидкой я купила в 400 гривен. Сейчас эти рубашки я еще видела пару дней назад. Они еще были. Также со скидкой висят. Вот с таким милым котиком. Я эту рубашку ношу как на голое тело, так и надеваю вот какой. Тут у меня есть и боди или, например, под майку. Ну и на мне очень удачная покупка. Это брюки с магазина BeFree в размере S. Они под кожей. Они мне безумно нравятся. Чем они мне нравятся? Они выглядят как брюки. Хорошо сидят. Нет ощущения, что это лосины. Ну и последнее, что хочу сказать, это то, что белевой стиль от нас пока еще не ушел. И пока он не ушел, я забрала у своей мамы очень много маечек в белевом стиле. Когда-то это было очень-очень актуально. И вы знаете, что мода возвращается. Поделилась всеми своими находками. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если это так, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. И до новых видео. Ваша Запорожская. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал.